В эти минуты в Липецке прощаются с героем России, военным летчиком Олегом Пешковым, погибшим в Сирии. Отдать и дань памяти командиру бомбардировщика Су-24, атакованного турецкими ВВС, пришли сотни человек. Море цветов, слова сочувствия близким и воинские почести. За траурной церемонии наблюдает Сергей Пономарев. Сегодня Олега Пешкова в последний путь провожает не только коллеги, друзья и родственники. На гражданскую панихиду собрался практически весь Липецк. У входа в областной центр культуры люди с цветами. Это и те, кто знал пилота, и те, кто просто воспринял его гибель как личную потерю. Утрата друга. Для всех. Для всех пилотов. Для всех вооруженных сил, я даже не знаю. Для всех вооруженных сил, да. Для пилота в первую очередь. Конечно. Это такое братство пилотское. И как даже не подумаешь о том, чтобы не прийти, не почтить память. Отдал жизнь России. Церемония прощания с Олегом Пешковым началась сегодня в Христорождественском храме города. Там прошло отпевание. Накануне вдове летчика вручили звезду героя. Награда была присвоена указом президента посмертно. Вручил ее главнокомандующий воздушно-космическими силами России Виктор Бондарев. Церемония прошла в Липецком авиацентре. Там Олег Пешков служил до командировки в Сирию. Су-24, командиром которого был Олег Пешков, 24 ноября взбил в небе над Сирией турецкий истребитель. Оба наших летчика смогли катапультироваться из горящей машины, но по Олегу Пешкову открыли огонь земли. 29 ноября тело летчика было доставлено на родину. Его встречал лично министр обороны Сергей Шойгу. Похоронят Олега Пешкова сегодня на аллее героев Липецкого кладбища. Уже известно, что одну из улиц города хотят назвать его именем. Сергей Пономарев, Антон Ефремов, Первый канал, Липецк.